Добрый вечер, дорогие друзья! С вами канал Одна Австралия и я Александр Петров. Хотел бы поговорить с вами на тему, которая наверняка вас абсолютно большинство не заинтересует. Хотел бы поговорить на тему политической ситуации в Австралии. Почему это важно? Потому что от этого зависит то, как будет жить страна, как будем мы здесь жить, и как будете здесь, если будете вообще вы здесь жить, и те, которые не живут, но хотели бы жить в Австралии. У нас есть правящая партия, есть главная оппозиционная партия, у нас типа двухпартийная система, то есть две главных партии, ну как в Соединенных Штатах или даже в Великобритании. Хотя в Великобритании уже почти три. Вот и есть третий блок, я бы сказал, одношерстная такая компания, хотя я бы сказал так, первое это либерал, либеральная партия и национальная партия, первый блок, да, правящий ЛНП. Второй это фактически тоже блок, это во-первых либористы, во-вторых зеленые, такой как арбуз, да, сверху зеленый, внутри красный. То есть такая красно-зеленая коалиция, как бы зеленые там не гоношились, все равно они все равно не будут с либористами. Есть один-два независимых, которые на самом деле очень близки зеленым, ну и отчасти либористам. Они левее либористов, правее зеленых, ну короче говоря, от этой же оппозиционной коалиции. И третье это партии разного спектра от более-менее левых до крайне правых. Нацистов у нас нет, фашистов нет тоже, так что это все инсинуации, но эти партии, это United Australia Party, это либеральная демократическая партия, не путать либеральной, это One Nation, безусловно, это остатки благомогущего разных других партий, вплоть до того, что достаточно известная такая партия охотников и рыболов. Но все они достаточно такие консервативные, если хотите, правые. Обычно они поддерживали либеральную партию, но сейчас обстановка изменилась. Что мне не нравится в либеральной национальной коалиции? Ну первое, можно сколько угодно говорить о том, что алибористы не лучше. Все то коронабесия, мракобесия, абсолютный абсурд, который происходит в Австралии, это безусловный абсурд, потому что когда люди не могут передвигаться, не то что внутри страны, внутри своего штата, иногда заперты в какие-то маленькие local government areas, то есть какие-то радиус там 5-10 километров, это абсурд, это абсурд. И это еще раз абсурд. И виновен в этом лично премьер-министр Скотт Моррисон, его Камарилия, используем испанский язык, и вот это окололибералия, то есть либеральная партия, национальная партия и вся эта шелупень, которая ее очень активно поддерживает, они виноваты. Не надо пинать на какой-то Дэна Эндрюса или Анастасию Палащак и так далее, нет. Вплоть до ввода войск и насильственного отстранения от власти, по крайней мере с помощью генерал-губернатора, премьер-министр может избавиться от тех людей, которые вводят абсурд в стране. И он мог бы это сделать, если бы сам этот весь, всю эту катавасию не начинал, не заварил. Поэтому полнейшая абсолютная вина на либеральной национальной коалиции, никакие отклонения, обещания, никакие герои типа Джошуа Фрайденберга или вот у нас Доминик Пиротет, да, ничего не меняют. Это партия, которая, на мой взгляд, уже не на 12, на 15 лет должна быть отстранена от власти, полностью изменена, допрещена политическая деятельность всем членам партии, которые поддерживали это мрагобейство. И тогда через 15 лет мы увидим, 12-15 лет мы увидим классных ребят, наученных горьким опытом. Что касается либеристов, да, они не принимали решения, но они не проводили активно политику против. Они не создали, не использовали уникальную ситуацию, не создали возможности для борьбы с этой партией. И они бы сделали так называемый landslide, то есть они просто смели бы, если мы говорим про демократические выборы и демократическую страну. Они просто смели бы либеральную национальную коалицию и близко бы ее не подпустили к власти, как я говорю, уже 12-15 лет. Лидер абсолютно беззубый. Тони Албанизи ничего не способен делать, не может, не хочет и боится тех, которые ему это делать не дают. И это не в партии, даже я думаю, что не в нашей стране. Это ноль, как минимум, может быть даже с некоторым знаком минус, минус ноль. Что касается остальных членов парламента и активных таких политиков либористского плана, ну и зеленых тоже, это люди, которые боятся. Они прекрасно понимают, что это все абсурд, не суразиться, такое не должно быть, но они боятся. И я это точно знаю разговаривать ни с одним, ни с двумя, ни с тремя членами федерального парламента. Мы, конечно, не обсуждали, кто их давит, но то, что они вроде как, конечно, против апартеида и за демократию, против тирании и за свободу слова, но делать ничего не будут, потому что они тупо боятся. Что касается мелких партий, это их уникальная возможность объединиться и встать второй силой, убрав, ну, допустим, либералов, а может быть и либористов. Да пофигу, потому что вторая сила им отдаст голоса. Я не думаю, что либористы, оказавшись третьими, отдали бы голоса либералам. Я бы назвал их тогда подонками всех как один, по крайней мере избирателей для политиков тоже. Но проблема у всех этих партий, что не имея абсолютно никаких разногласий, они не объединяются. Вот если они объединятся, все вышеназванные партии, то есть они выступят общим списком, не будут друг друга переходить дорогу и объединять свои усилия и пожертвования, то в этом случае у них есть очень хороший шанс сделать то, что произошло во Франции, где социалисты и там прочие, там три даже таких партии, они профукали и на второе место вышла партия Жан-Марин Липен, сейчас Марин Липен. Потому что народу уже все надоело и оставшиеся две партии стали вести себя более осторожно. Что касается Австралии, да, сейчас такая уникальная ситуация. Я бы сказал, что ну как минимум треть людей проголосовало бы за эту коалицию, которая так правоцентрическая, скажем так, которая против апартеида, против вот этого мракобесия, коронавесия выступает. Но они по какой-то причине не объединяются и нет даже разговоров об этом. Хотя их избиратели, их активисты, то есть люди, которых поддерживают, давно об этом уже говорят. И вот вопрос к либерально-демократической партии, партии охотников и рыболов, партии One Nation и партии Клайва Палмера, United Australia Party. Почему они не объединятся? И более того, можно даже бы было всем поддержать Клайва Палмера. Божатый человек может просубсидировать всех. Поэтому зачем бодаться даже One Nation? Хотя, конечно, там люди есть очень достойные. Объединитесь, даже выйдите под заменами UAP и покажите говнюкам их место. Говнюки я имею в виду. Это шваль, которая привела, то есть нынешнее правительство привела нашу страну к такому дерьму. И либористов, которые вообще не умеют и ничего не способны и импотенты. Вот такая у нас ситуация политическая в Австралии. Продолжение следует... Продолжение следует...